Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Руслова. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск информационной программы законодателей в этом выпуске. Председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов встретился с представителями Ассоциации Ненецкого народа Ясовой. В Ненецком округе приступили к рассмотрению бюджета на 2021 год. А в Ненецком округе началось формирование нового состава общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов встретился с представителями Ассоциации Ненецкого народа Ясовой. Встреча прошла за круглым столом. Каждый присутствующий на встрече член Ассоциации Ясовой, представляющий в организации интересы коренных малочисленных народов Севера, мог в неформальной обстановке задать любой вопрос спикеру регионального парламента, как социально значимого, так и личного характера. В условиях ограниченных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, непосредственные контакты, к сожалению, практически сведены к нулю. А стало быть, и возможность получить достоверную информацию с первых уст сужается. Большое спасибо Александру Ильичу, что сегодня пришел с нами, пообщался и, по крайней мере, на вопросы наши ответил. Потому что, на самом деле, очень много разной информации, противоречивой, и сейчас в этой ситуации, не только в нашем округе, а еще в целом, с этой пандемией, люди находятся в неком таком шоковом состоянии, и эти вопросы, они на сегодняшний день очень актуальны. Много вопросов, на которые бы хотелось получить ответы от первых лиц региона, касаются финансового состояния округа. В условиях экономического кризиса удастся ли Ненецкому округу сохранить финансовую стабильность? Какие приоритеты будут в это непростое время ставиться во главу угла? Ответить на эти вопросы предстоит депутатам регионального парламента, которые вступили в активную фазу рассмотрения окружного бюджета на 2021 год и плановый период. Приоритеты будут прежние. Образование. Это свыше 5 миллиардов, если говорить в финансовом плане. Это соцзащита. Полтора. Это здравоохранение. Это ЖКХ. Вот вкупе, я говорил, те направления, которые я перечислил, они составляют более 10 миллиардов рублей. В целом, по доходам окружной бюджет на 2021 год планируется в размере 20 миллиардов рублей. По расходам 22 миллиарда 300 миллионов. Прогнозируемый дефицит 14,7%. Я надеюсь, что обеспеченность нашего бюджета финансовыми средствами очень сильно нас не качнет. И мудрость наших финансистов, мудрость наших руководителей региона в этом отношении, конечно, сыграет свою роль в положительной относительно наших жителей, нашего региона. За последние десятилетия в округе накоплен большой положительный опыт поддержки традиционных видов хозяйствования и социальной защиты коренных малочисленных народов Севера. Повлияют ли нынешние условия на сохранение стабильности в этой сфере? Безусловно, волнуют тружеников тундры. Мы понимаем прекрасно, что это ситуация не одного дня. Это общая проблема. И решать ее надо совместно. Поэтому сейчас продолжаем работать и вырабатывать те мероприятия, те меры, которые будут направлены на минимизацию негативного влияния. В проекте регионального бюджета следующего года в полном объеме предусмотрены субсидии юридическим лицам и семейно-родовым общинам КМНС на наращивание поголовья оленей, на производство и реализацию продукции оленеводства, на доставку оленина в город для последующей переработки. Предусматриваются и меры социальной поддержки оленеводам и чумработницам. Также будут профинансированы мероприятия по госпрограмме сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Неницком автономном округе. Все эти статьи защищены, они подлежат дальнейшему обсуждению. Но, по крайней мере, пока если говорить о планировании нашей работы, о тех суммах, которые закладываются в бюджете, они фактически предполагают в полном объеме сохранение всех тех направлений, которые касаются и коренных малочисленных народов Севера, семейно-родовых общин, их непосредственно деятельности. Это все касается и жизнедеятельности, и, возможно, такой сферы, как оленеводство. Поэтому, конечно, эти вопросы крайне важны. Они определяют фактически важнейшую ту отрасль, о которой мы сейчас с вами говорим. Чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет в целях обеспечения социальных гарантий на заседании Палаты законодательных предположений, которое состоялось на прошлой неделе, большинством голосов депутаты приняли к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа. Законопроект направлен на продление действия понижающего коэффициента 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, а также на сохранение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих округа на уровне текущего года. Необходимо провести было консультации в том числе со всеми заинтересованными лицами, в том числе и с губернатором, который, хорошо знаете, поддержал это решение, подтвердил его, и поэтому я считаю, что данные вопросы надо решать, разумеется, согласно, но с другой стороны, все-таки этапность прохождения законов надо соблюдать, и этому правилу надо следовать в дальнейшем. Напомню, понижающий коэффициент был введен в округе в 2016 году, также в непростое в финансовом плане время и действует уже на протяжении пяти лет. 5 ноября вопрос о его пролонгации был рассмотрен на бюджетной комиссии, а затем вынесен на очередную сессию собраний депутатов. Что касается в целом окружного бюджета на 2021 год и плановый период, то надеемся, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, бюджет будет принят в установленные сроки. Конечно, проблемы есть. То, что вы обозначили, люди болеют, и у нас сегодня есть значительное количество, но у нас вот есть план, который мы приняли к рассмотрению. С 5 ноября мы начинаем, вот первый этап, уже первая комиссия начинает работать и закончить эту работу мы должны в декабре, в середине декабря. Я хочу просто вырезать уверенность, мы приложим все силы к тому, чтобы бюджет был принят вовремя. Это наша главная задача. В Денинском округе приступили к рассмотрению бюджета на 2021 год. Основные характеристики окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 2022-2023 годы обсудили в окружном собрании депутатов. Проект закона об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы рассмотрели на заседании постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету. Документ представил исполняющие обязанности руководителя Департамента финансов экономики Ненецкого автономного округа Сергей Михайлов. Общий объем доходов окружного бюджета в 2021 году спрогнозирован в сумме порядка 20 миллиардов рублей. Объем расходов 22 миллиарда 350 миллионов рублей. Дефицит составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В следующем году поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 15 миллиардов 350 миллионов рублей. В том числе налог на прибыль организации порядка 3 миллиарда 400 миллионов, налог на имущество организации 5 миллиардов 870 миллионов, прогноз поступления по проекту «Харягинское месторождение» 3 миллиарда 900 миллионов. Безвозмездные поступления запланированы в сумме 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе и с федерального бюджета дотации, субсидии, субвенции составят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Наши доходы зависят очень сильно от поступления нефтяных компаний. Основное у нас поступление от «Харягинского месторождения» и от налога на прибыль. И ситуация на ценных на нефть в мировом сегменте очень сильно влияет на нас. И мы по этому году уже видим снижение доходов нашего бюджета. В следующий год также есть риск, есть опасение, что не так быстро стабилизируется ситуация с нефтью. Поэтому в связи с этим бюджет сложный получается. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам на 1 января 2022 года предлагается установить в сумме 7 миллиардов рублей. Расходы бюджета Ненецкого округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. А в рамках реализации 9 нацпроектов учтено финансирование по 24 региональным проектам. Объем трансфертов из окружного бюджета бюджетом муниципальных образований на 2021 год составит 441,6 миллионов рублей. Была поставлена задача губернаторам Васильевичам о том, чтобы какой бы ни был бюджет, он должен оставаться социального характера, социальной направленности. Ни в коем случае жители региона не должны почувствовать на себе изменения наших доходов. Поэтому, когда мы сейчас закладывали бюджет, в первую очередь мы ставили все расходы на социальное направление. Это различные выплаты населению региона, плюс сделали упор на финансирование субсидий наших юридических лиц. На субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения недополученных доходов предусмотрено полтора миллиарда рублей. По итогам обсуждения основных параметров проекта бюджета депутаты приняли ряд рекомендаций. Очень важно, сколько будет денег у нас на исполнение нацпроектов. И депутаты неоднократно ставили вопрос о том, чтобы это было финансирование 90 на 10, так как у нас на самом деле сложный бюджет. Честно говоря, на следующий год бюджет сложный, но он не критичный. Администрации округа предложено разработать план мероприятий по увеличению доходной части окружного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и платежей от компаний-недропользователей на социально-экономическое развитие округа. Парламентарии также говорили об увеличении до 90% доли финансирования нацпроектов из федерального центра. Необходима резкая оптимизация всех расходов. Это первое. Затем аккуратная кредитная политика. Также необходимо работать с федеральными, для того, чтобы поступали у нас инвестиции, с федеральные средства, для того, чтобы мы исполняли это и строительство жилья, это и строительство дорог. Подробно расходная часть проекта окружного бюджета будет рассмотрена на профильных комиссиях регионального парламента. Зарплаты бюджетникам будут рассчитываться по единым стандартам. Такой законопроект принят Госдумой Российской Федерации во втором чтении. Согласно документу, правительство Российской Федерации может разрабатывать требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к окладам ставкам, стимулирующим выплатам. Единые требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников помогут преодолеть необоснованную дифференциацию окладов в учреждениях одной и той же отрасли бюджетной сферы. Сейчас единого порядка в оплате труда бюджетников по отраслям не существует. В каждом регионе, в каждом учреждении своя система. В результате зарплаты специалистов одной квалификации, выполняющих одни и те же функции, могут существенно различаться. Как отмечают в правительстве, по действующим нормам регулирования систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей. И зачастую принятие решения о системах оплаты труда и размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах, а порой даже в пределах одного субъекта. Предварительная работа в этом направлении уже проводилась. В 2019 году федеральные органы проанализировали систему оплаты труда медработников в 81 регионе. Также собрана информация о доплатах, надбавках и премиях, выплаченных медикам за январь-сентябрь 2019 года в 85 субъектах Российской Федерации. До 15 сентября 2020 года принимались предложения к законопроекту для обсуждения и последующего внесения в Государственную Думу и правительство Российской Федерации от регионов. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа в сентябре этого года обсуждали данный проект на круглом столе. В заседании принимали участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти, счетные палаты Ненецкого округа, профсоюзных организаций, медицинские и педагогические работники, а также руководители школ и сельских населенных пунктов. По итогам заседания концепция проекта федерального закона была поддержана. Также депутаты направили рекомендации в Госдуму и в правительство Российской Федерации. Они касались, в частности, соотношения размера оклада и стимулирующих выплат 70% к 30% соответственно, и необходимостью учитывать климатические надбавки на севере. В парламентарии предварительно обсудили расходы в сфере образования на предстоящий год в рамках работы над окружным бюджетом. 2021 года на комиссии по вопросам образования, культуры и спорта депутаты обсудили вопросы финансирования образовательных учреждений округа. Парламентарии рекомендовали разработать стратегию развития учреждений образования, в которой особое внимание следует уделить сельским школам. Все новые интересные проекты реализуются в городе. Для развития сельских территорий, в том числе в области образования, культуры и спорта, необходимо включаться в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». При помощи программы можно привлекать средства федерального бюджета, решать вопросы с обеспечением кадрами, строительством социальных объектов и жилья. Развивать транспортную и инженерную инфраструктуру, подчеркнула Наталья Кордакова. Отдельной темой обсуждения стал вопрос подушевого финансирования учреждений образования. Парламентарии настаивали на утверждении соответствующего норматива для Ненецкого автономного округа. Представители счетной палаты округа согласились с коллегами. Кроме того, депутаты рекомендовали уменьшить количество командировок сотрудников Департамента образования, культуры и спорта в Москву, увеличив количество вылетов в окружные села. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось очередное заседание по предварительному рассмотрению расходов в рамках работы над окружным бюджетом на ближайшие три года. Депутаты рассмотрели расходы Департамента внутренней политики, Управления государственного заказа, Управления гражданской защитой, обеспечения пожарной безопасности, аппарата администрации, а также их подведомственных организаций, избирательной комиссии, счетной палаты и собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В целом, позиция собрания депутатов Ненецкого автономного округа и органов исполнительной власти совпадает в сокращении ряда неосновных расходов в пользу финансового обеспечения социально значимых направлений. Депутаты, прежде всего, обращали внимание на сокращение тех расходов, которые касаются командировок, обучения, если оно не имеет важности и не острые необходимости для сотрудников. Каждому органу власти и подведомственным учреждениям предложено использовать горюче-смазочные материалы по факту, минимизировать расходы по обеспечению топлива, не пользоваться услугами по его хранению. То, что касается аппарата администрации, управления гражданской защитой, госзаказ, в первую очередь, еще раз повторю, что депутаты рекомендовали сократить затраты на командировочные расходы за пределы округа имеется в виду. Все-таки по округу, да, те командировки, которые департаменты планируют, я считаю, что необходимо все-таки осуществлять, потому что это касается жизни наших людей, прежде всего, населения Ненецкого округа. По итогам заседания комиссия рекомендовала Управлению гражданской защиты и обеспечению пожарной безопасности округа предусмотреть дополнительные средства на деятельность добровольных пожарных дружин в 2021 году. Был вопрос сегодня поднят Татьяна Васильевна Федорова по поводу организации деятельности добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах. Это очень важный момент, потому что у Управления гражданской защиты эти деньги запланированы не были. Это порядка 6 миллионов на год по всем муниципальным образованиям. Но мы понимаем, что сегодня по понятным причинам пожарных частей во всех сельских населенных пунктах у нас нет. Поэтому добровольные пожарные дружинники, это лица, которые проживают на территории этих населенных пунктов, они участвуют в тушении пожаров, если они возникают. Аппарату администрации Ненецкого округа при рассмотрении расходов предложено пересмотреть в сторону увеличения размер платы за аренду помещений Государственного жилищного фонда округа. Общая рекомендация органам власти рассмотреть вопрос о централизации государственных закупок по ведомственным учреждениям. В заключение депутаты рекомендовали администрации Ненецкого округа провести работы по оптимизации расходов по всем органам исполнительной власти. В Нарьинмаре подростку, спасшему ребенка, вручили памятную медаль Совета Федерации Российской Федерации за проявленное мужество. В торжественной церемонии награждения приняли участие сенаторы Федерального собрания Российской Федерации Римма Галушина и Денис Гусев, а также председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов. В аграрно-экономическом техникуме в одной из аудиторий идет урок информатики. На предпоследней парте сидит студент Данил Морозкин. Именно он спас мальчика на Голубых озерах этим летом. Поступком скромного молодого человека гордятся не только однокурсники, но и преподаватели. Данил поступил к нам в этом году на первый курс на группу управления качеством продукции по отраслям. Проявил себя как ответственный, серьезный, целеустремленный молодой человек. Я узнал, что он спас жизнь. Его губернатор недавно наградил медалью. Это очень приятно, что в моей группе учится такой парень. Его можно ставить в пример. В тот роковой день, по словам Данила, ничего не предвещало беды. Стояла солнечная погода, и они с другом решили искупаться. Друзья ныряли, и один из них заметил на дне мальчика. Он на дне лежал, мальчик. У меня просто друг подсказал, пальцем показал, и я пошел доставать. Он помог мне. Ну, кричал, чтобы мне помогли, потому что он тяжелый, уже воды наглотался. И никто не отзывался, и только на берегу помогли. Это было далеко от берега? Да. Это было метров 30, ну, 20. Глубоко? Вот глубина какая была? Ну, посюда где-то. Ну, ему было глубоко, где-то вот рост вот такой. А достали, он уже какой был? Синий, фиолетовый. Сколько ребенок находился под водой, установить уже невозможно. Главное, трагедию удалось избежать. Мальчика спасли. Как признается Даниил, после несчастного случая, своего спасенного тезку он еще не видел. Но встретиться очень хочется. Мы с Юрием Бездудным хотим его встретить на Новый год, с подарками. То есть, какой хочется увидеть все-таки? Да. Награду юному герою вручил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в присутствии сенаторов от Ненецкого округа Римма Галушина и Дениса Гусева, председатель окружного собрания депутатов Александра Лутовинова и исполняющего обязанности начальника МЧС России по Ненецкому округу Владимира Антонова. Она вручена герою в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который реализуется под эгидой Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией Российский союз спасателей. Большой этнографический диктант написали в Ненецком округе. Международная акция проходила с 3 по 8 ноября 2020 года в режиме онлайн. 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России. Участие в диктанте приняли депутаты окружного парламента и представители молодежной палаты. Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста. Депутат окружного парламента Николай Миловский в этнографическом диктанте участвует второй год. Что мне показалось интересным, что такое патриотическое воспитание даже здесь присутствует, и очень так органично оно здесь смотрится. И действительно подчеркнута вот эта роль, что победили мы в войне благодаря дружбе народов. Тест состоит из 30 вопросов. 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников. 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. С неким минимумом знания, допустим, вот вопрос про название наших фронтов. Там, в принципе, более-менее базово представляя Великую Отечественную, ты ответишь в любом случае. Вот, есть вопросы про там традиционное устройство русской избы, причем, ну вот где находится красный угол, я вот банально всегда думал, ну вот как бы от двери его ориентировал, то есть когда ты открываешь дверь, противоположный по диагонали угол – это красный. А там надо рассчитать от печки. Председатель молодежной палаты Ненецкого округа Владимир Абрамов тоже старается участвовать в таких просветительских проектах. Кроме того, палата два раза в год самостоятельно организует для жителей региона свои диктанты по истории Отечества и Великой Отечественной войны. Ну, во-первых, интерес. Интерес к знанию родного края, как вот в этом диктанте, опять же, интерес к знанию нашей страны. Опять же, мы понимаем, что у нас хоть и Ненецкий автономный округ, но все-таки он у нас многонациональный, у нас проживает очень много национальностей. Мы должны знать и уважать культуру разных народов. Но, опять же, для меня, как председателя молодежной палаты, очень интересно все-таки, что мы можем дать молодежи. Ответить на вопросы нужно за 45 минут. Максимальное количество баллов за работу – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта до 16 ноября. Вопросы о средней степени сложности считает Владимир. Самое сложное, наверное, все-таки знание из истории, знание нашего края, потому что пока еще плаваю в этих вопросах. А самые легкие? Самые легкие, наверное, связаны все-таки с Конституцией. Опять же, у нас недавно была принята новая Конституция, приходилось ее, опять же, заново читать. Было очень интересно, познавательно. Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальности. В Ненецком округе – Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа. Итоги акции подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Политстартап в преддверии Большого электорального цикла пройдет во всех регионах России. Региональное отделение партии «Единая Россия» начало прием заявок на участие в кадровом проекте «Политстартап». Он поможет региональным политикам заявить о себе и принять участие в предвыборной кампании в разные уровни власти. Участникам ежегодного политстартапа, который партия с 2018 года проводит в регионах, могут стать молодые люди старше 21 года. Проект помогает выявлять кадры и растить молодых политиков для участия в выборах различного уровня. В 2018 и 2019 годах партийный проект начал свою работу. И на протяжении этих двух избирательных циклов участниками более полутора тысяч по всей стране кандидатов было. Из них 87 кандидатов завоевали мандаты депутатов разного уровня – муниципального, регионального. Кандидаты работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют сформировать политические навыки, после чего каждый участник может принять участие в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе – в избирательной кампании. Благодаря «Политстартапу» за два с половиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного уровня в регионах. Наша задача – не просто найти эту молодежь, а найти эту молодежь, привлечь к этим проектам и развивать это направление. Именно помогать молодежи найти, даже не побоюсь этого слова, наверное, осознание себя, конечно же, в лоне партии «Единая Россия». Надо отметить, что в Ненецком округе данный партийный проект имеет большой отклик среди населения. Требуется активная молодежь. В Ненецком округе началось формирование нового состава Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Это будет десятый состав Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Молодежная палата создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Иван Сысоев – молодой перспективный человек, планирует войти в новый состав Молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Иван считает, что одной из первых инициатив, которую должны выдвинуть молодые парламентарии, станет вопрос организации досуга молодежи. Сейчас такое время очень необычное и, мне кажется, сложное для молодежи, потому что вот эта вся пандемия, коронавирус и так далее, он подкинул много разных проблем. И для творческой молодежи, к которой я себя отношу, вот к ней, наверное, в первую очередь он подкинул много проблем, потому что много массовых мероприятий запретили, много запретили каких-то начинаний и так далее. Мне кажется, стоит об этом подумать и стоит быть в гуще этих событий, искать какие-то решения, искать какие-то новые начинания в связи с тем, как изменился сейчас мир. Войти в состав палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе. И постоянно проживающие в России за пределами Ненецкого округа. Есть перечень документов, то есть, конечно же, может быть рекомендация от работодателя, либо от учебного заведения, либо характеристика, это может быть молодой человек должен написать эссе по своему видению работы молодежной политики в Ненецком округе, ну и собрать определенный пакет документов. Свои кандидатуры могут направлять молодежные консультативно-совещательные структуры при правительственных органах муниципальных образований округа, общественные объединения, окружные образовательные организации высшего или среднего профессионального образования, профсоюзные организации, окружной департамент в сфере образования и молодежной политики. Так же само выдвиженцы. Для молодежи я считаю, что это такой стартап может быть. Все-таки есть большая вероятность, что вас заметят в высших рангах эшелонов нашей власти. Ребята у нас в этом году занимались разработкой законопроектов. Мы разработали законопроект о компенсации наема жилья молодым педагогам среднего профессионального образования. Сейчас он проходит у нас еще доработку. Также мы разработали законопроект об ограничении продажи энергетических напитков. Его мы собираемся внести на рассмотрение собраний депутатов в феврале месяце. В состав молодежной палаты войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении двух лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет формироваться резерв палаты из 10 кандидатов. Прием документов, подготовленных в соответствии с утвержденным положением, осуществляется до 25 ноября 2020 года. По адресу город Нарьинмар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 56. Телефон для справок 4-28-81. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 19 ноября на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok